Мы снова с вами, снова в Ессентуках и снова на Всероссийском кинофестивале «Хрустальный источник». Как и обещала, мы снова присоединяемся к нашим замечательным организаторам. Евклид, здравствуйте. Добрый день, добрый день, дорогие телезрители. Я благодарю вас, что вы приходите на кинопоказы, полные залы. Мы даже повторяем одну и ту же картину, второй и даже третий сеанс. И это радует. Жизнь кипит, фестивальная атмосфера кипит во всех пяти городах. Артисты счастливы и довольны не только от условий, а от приема искреннего нашего ставропольского зрителя. И они говорят все искренне, все открыты, все с такой любовью принимают каждого артиста именитого, менее именитого. Только начинающего одно упоминание, что это гость кинофестиваля, все. То есть жизнь кипит. Экватор буквально вчера был, состоялся у кинофестиваля. Осталось буквально два дня до церемонии закрытия торжественной и награждения победителей. Что будет, что остается в эти два дня самого сочного и интересного? Вы знаете, впереди остается совсем немало, но очень значимо. И вы первое, единственный канал и телевидение, которому я сегодня это сообщаю. Завтра у нас будет первый показ фильма «Непрощенный». Да, его ждут очень многие, на него прям нацелены внимание и взоры всех. Расскажите подробнее, как это будет. И на эту картину приехали специально из Москвы, из СМИ. И, конечно же, приехал режиссер, который снял эту картину. И что самое ценное для меня, вчера мы с официальным партнером кинофестиваля, с Одиссеем Кюльбяковым, встретили очень дорогого гостя нашего фестиваля. Это Виталий Константинович Калоев, о котором снята картина «Непрощенный». Как наверняка вы знаете, что и американцы сняли фильм о Виталии Калоеве в главной роли со Шварценеггером, а следом уже сняли наш фильм «Непрощенный» в главной роли Дмитрий Нагиев. И вот вчера мы встретили Виталия Константиновича. Он, как обещал, сдержал свое слово, приехал поддержать наш кинофестиваль. Узнал Дмитрий Нагиев о том, что приехал Калоев на фестиваль. И, конечно, расстроился, что он не может прилететь, но он срочным образом пишет видеообращение и Виталию Калоеву, и зрителям, которым завтра в 15.00 мы это продемонстрируем. Я не мог настаивать и не имел морального права просить Виталия Калоева присутствовать на картине, потому что пережить заново эту трагедию – это очень непросто. И когда сегодня я с Виталием Константиновичем встретился, я сказал «Вы здесь, спасибо вам за поддержку, но я хочу сделать так, как вы хотите». Он придет и сказал «Я буду смотреть эту картину». И меня это очень трогает. Я надеюсь, это тронет и зрителей тоже. Это очень талантливое кино. Я считаю, одной из выдающихся работ Дмитрия Нагиева – это как раз-таки именно роль, исполненная им. Я даже в картине не узнавал Дмитрия, а я видел Виталия Калоева. А гримеры очень... Это не гримеры, вы увидите, там грима практически нет, Александра. И актерская игра очень сильная. Это перевоплощение, это такое погружение в персонажа. И Дмитрию это удалось, ему мои аплодисменты и респект. Впереди нас ждет, мне это грустно говорить, но уже ждет закрытие. Кинофестиваль пролетел как мгновение. И я хочу сказать, что, конечно же, к закрытию мы готовились гораздо раньше, чем к открытию фестиваля. И сейчас идут уже основные, серьезные подготовки к закрытию кинофестиваля, который состоится 28-го в городе Иссентуки, в 18.00 мы начинаем звездную ковровую дорожку у концертного зала «Шаляпин». Сам галоконцерт и само закрытие кинофестиваля будет внутри концертного зала «Шаляпин». Поэтому бегите, покупайте билеты, пока есть возможность. Потому что на галоконцерте мы будем, во-первых, вручать номинантов, мы будем награждать лучшего режиссера, лучшего сценариста, оператора, лучшую мужскую роль, актерскую работу, 11 наименований, приз признания, память Ирины Васильевны Марковой. Наград будет большое количество. Вы знаете, из 11 картин мы, конечно, поблагодарим всех, но, к сожалению, у нас всего 11 номинаций. То есть мы не можем всех отметить этой наградой. В церемонию закрытия 28-го будет вести Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. В галоконцерте прилетает принять участие Тамара Гверцетели, Константин Райкин, Сергей Шакуров, Александр Михайлов, Наталья Варли, Светлана Тома и все-все-все те наши любимые актеры, которые здесь присутствуют весь срок фестиваля. И впервые я вам объявляю и только вашему телевидению, что к нам едет наша любимая актриса с мировым именем. К нам едет Кэтрин Денев. Вот так вот. У нас фестиваль приобретает, я бы даже сказала, не то, что всероссийское, а всемирное значение, правда? То, к чему я стремился, то, чего я добивался. И я так счастлив, что все пазлы сходятся. И я безмерно благодарен госпоже Кэтрин Денев, у которой идут съемки. И сначала было обещано ею, что она прилетит на два дня. Но организация приезда очень непростая. Получение ВИЗ мы это делали очень срочно. Спасибо Владимиру Владимировичу Владимирову, который помог скорым, быстрым образом организовать через Министерство иностранных дел ВИЗы. Но время чуть-чуть упущено. Но Кэтрин приезжает на один день, 28 числа. А вот что будет она делать в галоконцерте? Позвольте, это останется секретом для всех. Добро пожаловать на наше закрытие. Спасибо большое, ВКЛИТ огромное. Ну что ж, мы будем его ждать. Я думаю, это станет центральным событием уходящей, прошедшей, точнее идущей недели. Спасибо вам, хорошего вам дня. Будем ждать закрытия. Увидимся 28 числа. Александр, благодарю вас, свое ТВ благодарю за такое сердечное участие в кинофестивале. И за то, что вы с нами рядом. И приглашаю вас на прямую трансляцию. Обязательно. Мы ее будем вести. До встречи. Ну что ж, мы продолжаем. И как я пообещала, в 15.50 наши традиционные выходы. Мы сейчас пообщаемся с прекраснейшей актрисой Светланой Андреевной Тома. Здравствуйте, Светлана Андреевна. Заслуженная артистка России. Народная артистка Молдовы. Здравствуйте. Рада приветствовать вас на Ставропольской земле. Спасибо. Как ваши первые впечатления? Вы приехали недавно? Да, я приехала 23-го числа. К сожалению, не попала на открытие, о котором я очень много слышала. И уже ходят легенды. Но даже мое пребывание здесь без того, чтобы быть на открытии, оно потрясающее. У меня такое ощущение, что я попала в рай. Я каждый день всем говорю, это рай. Это рай. Рай природа. Рай люди. Совершенно изумительные зрители. Рай просто те, кого встречаешь на улице и которые тебя приветствуют. Я уже не говорю о нашем прекрасном санатории, где мы живем, о совершенно фантастическом персонале. В общем, просто снимаю шляпу. Но самое главное, я хочу сказать об Эвклиде, который просто вложил душу в этот фестиваль. И это его детище. И то, что он и его команда сделали, это совершенно невероятно. Это огромный, огромный, огромный труд. Я восхищена Эвклидом. Мы были у него дома, познакомились с его прекрасными родителями, с его домом, с его братьями, с сестрой. Вы понимаете, вот человек формируется в том месте, это семья. Семья формирует. Ну вот это можно сказать о Эвклиде. Потому что совершенно потрясающая семья. Мама с папой, которые, ну просто я видела, как они общаются. И как Эвклид взрослый, но как он подходит к отцу. Как он его целует. Как он маму обнимает, целует. Понимаете, это вот, казалось бы, нормальные вещи. Но сегодня, вот в... В современном мире и вообще в принципе... В этом мире, да, это так трогает. И меня вот это просто восхитило. И то, что он пригласил педагогов своих. Понимаете, это... Ну это лучше всяких слов характеризует его. Он хотел пригласить свою учительницу школьную. К сожалению, она не могла приехать, потому что, ну возраст уже и очень сложные переезды с пересадками. Но педагоги в Гиковске приехали. Слушайте, я... Я просто в таком эмоциональном... Восторге, правда? Восторге, абсолютном. Абсолютном восторге. Вот здесь лежит книга, ну вот это... Пожеланий, добрых пожеланий, которые есть. Оставите там свой. Вы знаете, вот она, она толстая. Вот мне хочется всю ее исписать с благодарностью всем, кто имеет отношение к этому фестивалю. Всем, кто помогает, всем, кто участвует и всем, кто... Вообще причастен, да, к этому событию? Да, да, да. И тем, кто нас так, оказывается, любит и... Конечно, как вас не любить? Нас здесь пестует просто, я бы сказала. Поэтому всем, всем, всем огромное спасибо. Мечтаю приехать еще сюда. У меня вчера была встреча в Кисловодске, позавчера был Пятигорск. Сегодня в Ессентуках? Нет, сегодня у меня творческий вечер. Творческий вечер? Да, сегодня у меня творческий вечер. Друзья мои, если кто-то услышит, конечно, успеет, если, конечно, сможет. Конечно, успеет. Тогда я приглашаю, буду счастлива. Ну, вчера вот в Кисловодске, слушайте, это потрясающе. Во-первых, на меня произвел впечатление город. Потом там было полно зрителей. Там это потрясающая площадь, на которой состоялась эта встреча. Там совершенно замечательная Инна, которая в администрации по культуре, она работает. И водитель Володин. Нет, слушайте, это такие люди. Это люди с душой, с сердцем, с какими-то волшебными качествами души. Правда, я не преувеличиваю, дорогие, кто меня слушает, я не преувеличиваю. Вы прекрасны, замечательный народ здесь, замечательные люди. Я узнала, какое количество национальностей проживает. Очень огромное, очень. Мы на Северном Кавказе. Как прекрасно жить в дружбе, в любви, в радости, чтобы наши дети росли в атмосфере любви, внуки. Это же так прекрасно. Природа подарила такое роскошество. И мы должны соответствовать, понимаете? Светлана Андреевна, скажите, пожалуйста, что ждете от сегодняшнего вечера, вашего творческого? Как думаете, как отнесется зритель? Сколько вообще соберется людей? Я ничего не хочу загадывать. Конечно, это не первый мой творческий вечер, понятно, в моей жизни, да? Но в Весентуках это первый. По-особенному, да? И я жду, я всегда волнуюсь. Вот всегда, как в первый раз выходишь на сцену. Будь то спектакль, будь то творческая встреча. И сегодня я перед встречей точно, я уже чувствую себя школьницей или там первокурсницей, которой нужно выйти на сцену и сказать зрителям, и что-то оставить в их душе. Вот это самое главное. Вот нужно выйти, поделиться тем, что тебе дорого, своими эмоциями, своими какими-то знаниями, поэзией любимой, спеть какие-то мои любимые песни. И самое главное, чтобы зритель ушел со шлейфом из зрительного зала, когда эта встреча закончится. Вы знаете, очень многие волонтеры подросткового возраста, дети, подростки, которые выпускаются из школ, и работающие с вами, очень многие хотят теперь поступать в театральные и в другие вузы. Я вам хочу сказать о волонтере, девочка, которая, вот она со мной рядом, Ирочка, ну, а Ванечка здесь, это какие-то такие ребята, они такие чистые, они такие светлые, они такие, они так хотят, чтобы все было хорошо, они все время опекают, ну, вот, понимаете, вот совсем, ну, совсем еще, да, они дети, 14 лет Ире, Ванечке, да, но они, они внутри взрослые, вот эта детскость, их наивность и сочетается с ответственностью. Ну, я вам хочу сказать удивительную вещь, здесь такой зритель наивный, понимаете, в хорошем смысле слова, чистый, наивный, который с распахнутыми глазами на нас смотрит, и это прекрасно. Вот скажите, все же, пару советов вот этому подрастающему поколению, если все-таки они продолжат, смотря на вас, на артистов и гостей, продолжат эту актерскую деятельность дальше, творческую, вот пару им советов на будущее. Вы знаете, то, что они видят, это уже результат, то есть актеры известные, да, это уже результат такого многолетнего труда актерского, да, это все не так просто, это сейчас вот я как артистка выгляжу все прекрасно, но я 50 лет в профессии, понимаете, поэтому кто хочет, поступайте, но знайте, что это путь тернистый, требует огромного труда, терпения. Говорится, через тернии к звездам, да. Светлана Андреевна, спасибо вам большое, вам хорошего настроения, оно у вас прекрасное, пускай оно не упадет никуда. Нет, я его увезу в Москву. Не поделитесь там со всеми. Спасибо вам хорошего, вам творческого вечера и зрителя нашего Ставропольского. Спасибо, ваши слова Богу в уши. Спасибо. Светлана Андреевна, Тома. Всего доброго.